В Белорусском Державном Университете Транспорта проходит республиканская конференция, присвеченная 75-ти годию вызволения Беларуси. Особливая увага уделена теме оккупации на гаражиму и разгортванию партизанской бородьбы. В работе конференции принял делы наш корреспондент Олег Синцеров. В Белорусском Державном Университете Транспорта скажут, что такой масштабная науково-практическая конференция тут еще не было. В всех регионах Украины сюда дослали 70 работ. Института истории Национальной Академии Наук Алексея Литвина не совсем обычная. Тайны тюремных камер оккупованного Гомеля. Это был первый областный центр вызволен от закупников. А прича иншого, сопрацовники Народного комиссариата внутренних справ сразу обследовали тюрьму, где под час оккупации находились советские граждане и выявили 89 сделанных на стенах надписов. Отриманную информацию одразу засокретили. Некольких годов тому гриф был снятым. Книга еще представит интересы тем, что в ней есть очень интересных много документальных материалов. Как работали спецслужбы, как проводилась вербовка, перевербовка тех или иных сотрудников. Более того, я думаю, что творческому человеку, который прочитает, там буквально готовый сюжет для очень интересного и художественного фильма. На конференции, присвеченной 75-ти годию вызволения Беларуси, ни сековых работ не было у Вогуля. Причем, шматреки огученные факты ранее не публиковались. Разминирование территории Гомельской и Полесской областей после вызволения, транспортное забеспечение операции «Багратион», быть солдатом года великой очины, и это только некоторые из проставленных работ. Организаторы кажут, что им кнулись, а знакомы с реальной историей, как много большую количество людей. Когда предпринимаются активные спробы ее переписать, это особливо важно. Не только в странах Запада, но и в некоторых государствах постсоветского пространства актуализировались попытки ревизии исторической памяти, попытки пересмотреть характер, значение Великой Отечественной войны в истории нашего государства.